Аль-Арабы, Великобритания, Путин, президент навсегда. А как же Сирия? Газида Хаман. Аль-Арабы Аль-Ядеет, Великобритания. 27 апреля 2020 года. Теоретически, если региональная и глобальная ситуация не изменится, ближайшие два десятилетия решать судьбу Сирии будет российский президент Владимир Путин, а именно реформировать государство и адаптировать к новой реальности, пока сирийские политики и военные не превратятся всего-навсего в прикрытие для перемещения страны на российскую орбиту на языковом, ценностном, экономическом и политическом уровнях. Путин стремится увековечить свое правление путем внесения поправок в Конституцию, которые позволят ему оставаться на посту президента России до 2036 года. Еще в прошлом году он начал создавать для этого необходимые условия через изменения на уровне правящей элиты и выбор более надежных лиц для гарантии пожизненного руководства страной. Что касается пропаганды как части политической кампании, то все необходимые меры также были приняты. Как заявила космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова, проект по повышению статуса России на международной арене успешно реализован. Большая часть успеха путинской России связана с тем, чего она достигла благодаря вмешательству в Сирии. Этот этап оказался крайне важен для Путина и поддерживающей его элиты, поскольку в 2014 году страна превратилась из региональной державы. Согласно оценке Соединенных Штатов, озвученной президентом Бараком Обамой, в самую влиятельную державу на Ближнем Востоке, определяющую правила игры в регионе. Она не только контролирует его центр, Сирия, но и формирует новую региональную систему с российским ядром. В процессе разработки своей политики на сирийском направлении Путин начал с того, что использовал текущее обстоятельство. Так, Соединенные Штаты как единственная держава, способная нарушить и сорвать его планы, начала уходить из региона, а политика последних администраций, Обама и Трампа, не позволит это изменить в обозримом будущем. В результате ближневосточные страны оказались на крючке у Путина, а он планирует крепко связать их с Москвой, используя их долгосрочные интересы в области безопасности, экономики и политики. Другими словами, конфликт между ними и Россией в ближайшие годы немыслим. Путин специально построил этот сирийский ипподром для своих лошадей после того, как с помощью тактики выжженной земли ему удалось разрушить позиции вооруженных оппозиционных фракций и лишить их поддержки простых граждан. Что касается политической оппозиции, то ее превратили в пустую структуру, лишив политический процесс своего содержания. Было заявлено, что единственная оставшаяся оппозиция в Сирии, этот же Бхат Аннусра, запрещена в РФ, примечание редакторов. Более того, не исключено, что следующей мишенью Путин уже станет Башар Асад. Надо лишь решить главные задачи, нейтрализовать региональных и международных игроков и максимально ослабить местные силы. Необходимо учесть, что возможности получения дивидендов напрямую зависят от ухода Асада, согласно американскому и западному видению сирийского урегулирования. Возможно, вполне оправданными являются ожидания израильского журналиста и политтехнолога Эдди Коэна, предсказавшего скорый уход Асада. Вероятно, он получил такое послание от источников, например, российских чиновников, желающих оценить реакцию западных кругов. Именно в этом контексте можно оценить критику российских СМИ в адрес Асада, когда последнего обвинили в коррупции, неспособности управлять государством и предсказали ему поражение на новых президентских выборах, словно до кризиса Асад проводил настоящие выборы. Однако значит ли это, что Путин, желающий пожизненного правления, окончательно решил судьбу сирийского досье и изменить это уже невозможно, а любые иные сценарии – просто фантазия. В современном мире невозможно предотвратить изменение ситуации и возникновение новых переменных. Кроме того, вне можно планировать что-либо лишь на несколько месяцев, если не меньше. По сути своей российская миссия в Сирии провалилась, и Путин не мог никого убедить в своей победе, пока против него действовало сопротивление, даже если оно было сосредоточено в небольшом районе, равном размеру и длибо. Также ограниченной оказалась его способность контролировать региональных игроков Сирии, Турция, Иран и Израиль, которые на самом деле обладают инструментами, способными разрушить его авторитет на сирийской арене. Для Израиля и Турции это оружие, а для Ирана ополченцы, способные сорвать все российские планы. Что касается Соединенных Штатов, то они также не собираются оставлять всю Россию. Что еще более важно, никакая политическая оценка не может быть достаточно достоверной, если не принимать во внимание один фактор – пандемию коронавируса. Как свидетельствуют социальные и экономические исследования, последствия этой пандемии, конец которой предсказать пока никто не может, сулят дестабилизацию на многих уровнях. Хотя сегодня мир больше обеспокоен геополитическими последствиями происходящего и их влиянием на международную систему, внутриполитические и другие изменения также крайне важны. Экономика многих стран может развалиться. Это касается и России, и Китая. Есть страны, где может произойти смена режима, так как никто не может гарантировать себе прочную власть и влияние. Историю пишут чрезвычайные, неожиданные события, а пандемия коронавируса – это серьезное историческое событие, доказавшее, ничто не вечно. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.